Победителем гонки Елизовский спринт 2017 стал Никита Ревенок. 16-летний дебютант муниципальной гонки на собачьих упряжках преодолел 13-километровую дистанцию за 34 минуты 15 секунд. Он стал обладателем главного денежного приза в 70 тысяч рублей. Обладательнице второго места Натальи Ореховой вручен сертификат на 50 тысяч. Приз за третье место и 30 тысяч рублей получил Юрий Лазарев. Вручая награды победителям и участникам гонки, Андрей Шергальдин отметил, что организаторы приложили немало усилий при подготовке соревнований, и поэтому он рад, что все каюры без исключения дошли до финиша и ни один не сошел с дистанции. Мы рады, что все целые, невредимые, все победители, потому что все вернулись. Победа дебютанта гонки стала неожиданностью для многих. Молодой каюр из Эсса смог участвовать в соревнованиях только после того, как Федерация ездового спорта ввела новые правила, понизив возрастной ценз до 16 лет. Несмотря на то, что Никита впервые участвует в серьезных соревнованиях, новичком он себя не чувствует. Сын знаменитого камчатского каюра Владислава Ревенка увлекается ездовым спортом с раннего детства. Но победа в Елизовском спринте 2017 далась ему нелегком. Так как я стартовал последним и ехал уже в конце, трасса была превращена уже в нечто похожее на трассу. Были вскрыты уже участки, лужи, асфальт. Это было очень трудно. Толпы людей по бокам, все кричат. Собаки, конечно, у нас не адаптированы к таким условиям, потому что мы обычно всегда тренируем по лесным трассам. Но с Божьей помощью, так скажем, справился, смог, так скажем, собак. Были, конечно, моменты, когда собаки пугались, шугались, прыгали, но все нормально, выпрямил собак и продолжил, так скажем, гонку. Особенностью гонки в этом году стало то, что часть ее маршрута прошла прямо под окнами Елизовчан. Городской участок трассы составил порядка пяти километров, а это почти половина маршрута. По словам Романа Василевского, дополнительным испытанием для каюров стала теплая погода и мокрый тающий снег. При подготовке гонки особая нагрузка легла на технические службы. Им пришлось немало потрудиться для того, чтобы к моменту старта каюров площадка была в надлежащем состоянии. Мы стараемся показать, что это на самом деле очень замечательное мероприятие, и оно очень значимое. И на самом деле это был пробный такой момент шесть лет назад, когда мы начинали. А сегодня мы уже понимаем, что это мероприятие, которое привлекает массу людей, и люди к этому тянутся. Поэтому это становится уже таким туристическим брендом Елизовского района. Это одно из главных зимних мероприятий Елизовского района. Поэтому я уверен, что это мероприятие будет жить и в дальнейшем, и будет приносить сегодня радость нашим землякам. Организаторы мероприятия немало потрудились для того, чтобы Елизовский спринт-2017 запомнился гостям как яркий и насыщенный праздник. Открыли праздничную спортивную программу соревнования по охотничьему биатлону. Это уникальное состязание, в котором охотники со стажем соревновались в беге на широких лыжах и стреляли по деревянным кабанам. Самому старшему участнику соревнований летом исполнится 70 лет. Но, по словам Василия Шапошникова, годы вовсе не помеха для занятия любимым делом. Я занимаюсь охотой с 15 лет. Ну, предназначаю, в общем, и медведя бью, и соболя, и лису, и зайца, куропатку. Все бью. С 1 мая только пойдем на утку, на гуся там и все прочее. А сейчас все закрыто. Мы должны дать зверям, чтобы они у нас размножились. А браконьеров должны мы пресекать. Продолжился праздник соревнованиями по сноуборду, скиджорингу и скиальпинизму, кроссу на снегоходах, национальным видам спорта. Впервые в рамках праздника прошел районный конкурс «Сани с чудесами». Участникам необходимо было представить на суджюре оригинально оформленные салазки. Больше всего симпатии зрителей и судей завоевал пиратский корабль на лыжах семьи Ерошкиных. У меня в детстве была мечта стать пиратом. И я хотел бы открыть острова, хотел бы открыть острова, но потом некогда взрослели. И вот тут наконец-то осуществилась моя мечта. Вместе с детьми, с Настей и с Алексеем. Мы благодаря этому конкурсу «Сани с чудесами» решили построить вот этот пиратский корабль. Назвали его Еро-Ха-Ха. Фамилия Ерошкиной. Как корабль назовешь, так и поплывет. Вроде получилось. Капитан пиратских саней уверял, что ездить с гурок на его творении вполне можно. А еще периодически устраивал на радость детям залпы из бортовых орудий. На главной сцене в течение дня для камчатцы выступали творческие коллективы края. А самым большим подарком стал концерт легендарного и любимого миллионами «Виа Белорусские песняры». Артисты рассказали, что поражены не только красотами края, но и его природными дарами. Такая красота, когда летишь на самолете, это незабываемое совершенно ощущение. И притягательное. Все время сюда тянет. Вот были, может быть, не на Камчатке, на Камчатке второй раз, но уже тянет сюда еще, 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 еще. Ну и, конечно, рыба фантастическая. На праздники работала выставка, ярмарка национальных сувениров, детский городок, туристическая выставка «Зима-2017» и много других интересных площадок. В этнической деревне артисты молодежного национального ансамбля «Каритев» проводили для взрослых и детей мастер-классы по национальным танцам и игре на бубне. Добавим, что те, кто не попал в эту субботу в Долину Уюта, могли следить за гонкой онлайн. В этом году впервые было организовано вещание на главный елизовский экран, расположенный в центре города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова